Дорогие друзья, приветствую вас на канале Лана Арт. На календаре у нас конец октября, а на улице, скорее всего, это выглядит как конец сентября. И синоптики нам обещают достаточно теплый ноябрь, и я уже даже начинаю жалеть, что я так рано обстригла свои розы, они могли бы еще цвести и цвести. Но как бы погода нас не радовала, зима все равно наступит, и пришло время убирать хризантемы на зимнее хранение. В этом сезоне я все-таки рискнула и купила несколько хризантем мультифлор и корейский хризантем. Очень они мне нравятся, но всегда были проблемы с как их сохранить у нас в Подмосковье. И все-таки я решилась, почитала, посмотрела много информации и выбрала для себя метод сохранения корней в теплице. При покупке я не знала, какие сорта были куплены, просто продавались без названия. Я их начинаю, так сказать, идентифицировать по видео других блогеров, которые занимаются хризантемами. И, на мой взгляд, вот эта вот розалинда. Очень, во всяком случае, похожа. Если кто-то имеет такой цветок и знает, как он называется, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Я буду вам очень благодарна. К температура сейчас днем вот около где-то 10 градусов. Хризантема продолжает у нас сейчас очень активно цвести, пускает вот там свои отпрыски такие деток, которые тоже начинают разрастаться. Я, скорее всего, возьму его и буду держать уже под лампами дома. Ну, а вся вот эта красота будет стоять у меня, наверное, в букетах еще на веранде очень долго. Также не знаю, как называется вот этот очень красивый сорт, где-то сантиметров 60-70 в высоту. Розовые такие красивые цветы, достаточно крупные, сантиметров 7 в диаметре. Также прошу помощи зала. Может быть, кто-то напишет, как называется этот сорт. Я не смогла его вот так вот по картинке где-то идентифицировать. Так как хризантемки я покупала достаточно уже поздно осенью, я не стала их черенковать. Да и места у меня, скорее всего, под лампами уже вот намного черенков не хватит. Надеюсь, что они у меня сохранятся. Вот этот сорт я нашла как кокумка, но еще в другом варианте я нашла его как пинг-понг. Вот посмотрите, может быть, кто-то поточнее мне скажет, как называется этот сорт. Многие скажут, что ну не важно, наверное. Да нет, наверное, важно, потому что для какого-то сорта, может быть, больше будешь знать об агротехнике. Как его лучше сохранить до следующего сезона. Следующие два кустика у меня вот слева это стопроцентно мультифлора. Во всяком случае, так было написано при покупке, когда я его покупала. Достаточно ранее цветущий. Он уже цветет, наверное, около месяца у меня. А справа вот этот кустик, он продавался как обычная корейская хризантема. Но что-то мне, вот честно говоря, кажется, что это тоже мультифлора. Не знаю. Цвет у него скорее больше коралловый, чем розовый. Здесь вот передает все-таки камера больше розового, но он ближе к коралловому такому цвету. Очень красивый сорт. Опять же таки, кто что узнает по названию, может, у кого-то такой растет, пишите. Буду вам очень-очень признательна. И еще один сорт у меня тоже мультифлора. Уже практически отцветает. Когда отцветает, если вовремя не убрать вот эти вот цветочки, то цветочки начинают загнивать. Ну, это вот очень похоже на петунию. Убирайте старые цветы, будут новые. Вот так вот, видите, вот гниют тут цветочки. Поэтому обязательно надо их все старенькие срывать. Их можно, конечно, бы, если сейчас время было еще подкормить, и он бы опять зацвел. Но я не буду этого делать, потому что как раз вот этот куст, который давно-давно уже у меня цветет, я и хочу сейчас вот начать с него убирать постепенно мои хризантемки на зимовку. И вот здесь вот рядом растет еще и цветет шикарный вегетативный алисум. Вот кто хочет неприхотливый, можно сказать, круглогодичный, но очень длительно цветущий вот такой шар, сажайте алисум. И это всего один кустик здесь растет. Представляете, как он разрастается? Бочкой здесь где-то 80 литров. Ну и, конечно, не могу пройти, не сказать доброе слово. Вот опять до сих пор цветущий львиной зев. Я уже вообще, наверное, в каждом видео про него говорю, что настолько очаровал он меня в этом сезоне, как долгоиграющий. Ну и вот здесь еще бокопка. Обычная бокопка, мелкоцветковая такая, из семян. Никто не поливает их уже. Они вот так вот дожечком сами поливаются, не удобряются. И рядом с ней растет еще тут вот ливиный зев и обычный кустовой алисум. Ну, сейчас он, по-моему, вообще переживает второе рождение. Ароматный запах стоит вообще на весь сад здесь. Вот такие пышные куртины. Огромные. Вообще очень мне он нравится. Сажайте. Их много разных цветов есть. Ну, возвращаемся к хризантеме. Ну, как я уже и говорила, буду пытаться вот сохранить хризантемки в своей теплице. Теплица неотапливаемая. Корень буду сохранять вот в 10-литровом ведре. Так, чтобы потом можно было это ведро выкопать и оставить расти его где-то уже в саду. Так как они уже достаточно холодостойкие. Здесь у меня вот прикопана в конце еще там клубничка, усики. И на вот этой грядочке обычно у меня здесь растут сначала петунии в самом начале весны, а потом уже томаты. Это торф. У меня участок находится, Павлопосадский район, здесь в основном торфяные почвы. Земля достаточно сейчас сухая. Никто здесь ничего не поливает. Ой, посмотрите, не могу пройти мимо. Какая красавица. Не увезла еще я фуксию домой. И вот как она еще тут цветет. Температура здесь вот сейчас солнечные дни доходят. Вот сейчас с утра она 11 где-то градусов. А днем она доходит и до 20. Так что фуксии здесь просто очень комфортно. Итак, что я сейчас сделаю с хризантемой. Хризантему я сейчас всю срежу, обрежу. И таким сухим практически комом, не поливая ее, посажу вот в 10-литровое ведро. Предварительно на дно ведра положу керамзит. Для того, чтобы был отток лишней влаги. Ну вот насыпала здесь я немножко так керамзита. Заполняю дальше я грунтом. Грунт обычный. Вот торфяная земля. Как я говорю, что здесь вот очень сухая почва. Торф очень быстро пересыхает здесь в теплице. Вот так. Поэтому должно быть достаточно комфортно. Можно было бы посадить и без ведра только одни корни. Но все-таки мне надо будет потом эту хризантему куда-то ставить. Или опять выкапывать, перекапывать. Просто с ведром это будет сделать проще. Я ведро выну из земли и переставлю в любое место своего сада. Вот так выглядит хризантемка после моей кардинальной стрижки. Здесь все молоденькие. Вот эти вот отростки молодые. Можно взять, конечно, и укоренить. Но я этим заниматься не буду. А возьму, наверное, попробую укоренить вот этот вот отросток, который идет от корня. У него, наверное, уже есть там какой-нибудь свой корешок. И мне кажется, что он более-менее еще приживется. Ну, во всяком случае, я попробую. А все большие листочки я сейчас отсюда уберу. Ну, теперь хризантемы вообще не узнать. Голые стволики такие одинокие. Но зато ей легче будет перенести эту зимовку. Вот сам вот этот небольшой отросток. Здесь есть маленький-маленький корешочек. Не знаю, видно вам, не видно. Стараюсь тут как-то сейчас тлать. Но во всяком случае, мне кажется, что он достаточно быстро укоренится. Я, в общем-то, на это очень надеюсь. Что, ну, во всяком случае, эксперимент. Есть эксперимент. Попробую его укоренить. Ну, вот перевалил я этот корешок здесь в ведро. Не сняла я, к сожалению, не показала вам корневища. Но, поверьте мне, у хризантемы корневища больше разрастается в ширину, чем в глубину. Поэтому не нужны ей такие достаточно высокие емкости. Главное, чтобы они были широкие. Ну, а теперь закапываю это ведро в грунт. Здесь у меня рядом растет, вот я говорю, еще закапанное тоже в таком сетчатом поддоне. Тут вот усики-земляники. Тоже эксперимент, скажем так. Вдруг они перезимуют, и дальше буду рассаживать их уже весной. Грунт здесь такой достаточно сухой, поэтому я его немножечко проливаю водой с добавлением привикура, чтобы избежать каких-то там гнилостных всяких вещей. Но, все-таки, растение должно укорениться, и зимой оно даже будет расти. Вода вся уже впиталась. Сейчас сверху я ее засыпаю просто сухим торфом. И вот таким образом я надеюсь, что все мои хризантемки, по такому же принципу я их всех посажу сюда, перезимуют. Накрою их еще лотрасилом, и все будет отлично. Ну, и когда уже сняла это видео, посмотрите, у меня распустился осенний крокус. Это просто какая-то красота. Посмотрите, какой это нежный, красивый цветочек. Просто прелесть. Ну, а теперь на сегодня это все. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал лайками и комментариями. Кто досматривает мое видео до конца. Всем, кому близка цветочная садовая тематика, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новой встречи, друзья!